всем привет меня зовут антон всеядный и я преподаватель экстремального вокала музыка начал заниматься где-то лет в 16 и тогда я общался со своим троюродным братом с которым мы частенько тусили я часто оставался у него на всяких списках и тут я узнал что он играет на гитаре и он такой мне говорят чувак типа а хочешь научиться играть на гитаре я говорю конечно я задался в общем задался этим вопросом и в какой-то момент я сказал мол чел научи меня играть на гитаре я хочу научиться играть на гитаре все и тут он задал мне ключевой вопрос ответ он вот зачем ты хочешь научиться играть на гитаре для того чтобы девчонок в подъезде клеить или заниматься настоящей музыкой творчеством все дела я конечно только музыка только музыка только музыка ничего больше естественно музыка это мое все понятно что в этот момент я думал конечно же только музыки вот и соответственно в итоге я начал играть на гитаре мне дали акустическую гитару которой струны были просто как лезвие опасные бритвы это был просто какой-то кошмар и у меня все руки были просто в пальце в волдырях но так или иначе я начал постепенно постепенно учиться и в общем то с этого начался мой музыкальный путь и где-то через год до полтора-два я начал заниматься тесно вокалом сначала чистым вокалом потом экстрим вокалом я точно также учился преподавателей занимался ну и в итоге получилось то что получилось вот уже спустя более чем 11 12 лет этого моего так сказать пути я занимаюсь музыкой до сих пор хотя жить конечно помотал ну не смысле там я где-то там грузил вагон или работал на камнелом не там нет но работа была разная работа была не типичная всегда хотел заниматься музыкой это было интересно потому что были моменты когда по 6 часов мог играть на гитаре по 6 часов петь на что мне мои преподаватели мои мои знакомые просто вокалист которые которыми общался горит и нормально вообще петь можно без прерывки более двух часов вот я засыпала с гитарой с паяльником потому что я думаю что у всех вот кто меня сейчас смотрит у всех кто смотрит это интервью и если эти люди гитаристы то они прекрасно понимают о чем я говорю потому что когда у вас вместо гитары просто кусок фанеры который в котором могут завестись клопы и и там повесится потому что от этого куска фанера нет толку даже для клопов или для кого там для трудников там улицы деревьев вот и естественно эта гитара постоянно ломалась естественно не что-то от павелась были с ней проблемы приходилось не условно говоря сидеть у с паяльником припаивать эти несчастные провода что-то приклеивать что-то подкрашивать и так далее и тому подобное разумеется приходилось работать в различных местах и в магазинах продуктовых и в сработал студии флористики когда-то ну и так далее очень много мест было в итоге пришел вот сюда я считаю что я музыкант до мозга костей именно рок музыкант до мозга костей потому что я всегда очень любил рок музыку я всегда очень любил рок вокал или экстрим вокал я любил тяжелую музыку я всегда хотел как и многие другие как и многие пацаны которые там рубят в гараже на гитарах я точно также хотел стать рок-звездой выступить в рок-н-рио там порвать зал наловить кучу белья понятное дело что не постельного вот и соответственно прийти вот к этой известности к этой славе естественно с взрослением по мере взросления по мере заняну по мере вот этой музыка и подпад продолжение этой музыкальной деятельности я стал большим реалистом вот рок-н-рио я уже не рвусь соответственно думаю что там без меня хватит народу я сама очка но у меня есть неоконченное педагогическое образование все-таки преподаватель вот единственно что я учился на факультете физики информационных технологий ленинского педагогического института и более того я скажу что во-первых не помогла а это физика потому что мне очень многие вещи связаны с анатомии с вокалом с движениями гортани различных речей я и с движением потоков воздуха выходящего я объясняю не иногда простыми физическими терминами и это гораздо более становится более понятным для человека что касается музыки да я действительно самоучка потому что мне не удалось потому что было слишком мало бюджетных мест это было слишком много денег а естественно как какой музыкант какой молодой музыкант будет богатым у я не знаю таких музыкантов таких крутых у которых есть деньги которые могут вот так вот взять и позволить себе с бухты барахты пойти в какую-нибудь эстрадную джазовую академию например которую я просто хотел до сих пор хочу попасть и естественно я учился сам я учил учил и учу до сих пор музыкальную теорию я изучаю какие-то джазовые техники различные элементы типа мелизматики фразировок и прочих прочих вещей естественно занимаюсь изучением экстрим вокал потому что это вообще поле непаханное потому что его с момента как я обучился самым базовым вещам и как спасибо моему преподавателю как я сам стал преподавать я очень сильно двинулся вперед потому что там есть еще много неизученного связанного например со слизистой гортани с хрящами какие элементы вообще могут расщеплять что такое расщепление как это проявляется и что может быть травмоопасным что может быть нет травмоопасным есть очень-очень много неизученных и недоказанных вещей и естественно данная теория так как сожалению во первых и дипломируем специалист по экстрим вокалу нет то есть даже насколько я знаю в таких наиболее известных мастодонтах музыкальных где обучают эстрадного вокала эстрадного джазового вокала там единственное расщепление которое может быть кто не значит читается ли там это расщепление скорее считает какой-нибудь ральт у тебяël вот эта штука соответственно но люди это просто называют рядом очень многие и никто не понятно как это происходит вот и что что она происходит что происходит например с корнем языка что происходит среду черпіл аыйных речами этого никто не знает а если знает то это очень немногие люди но я задача это людям объяснить и различий в расщеплениях очень много поэтому что касается образование не посреди музыкального образования меня нет ну опять же я изначально был преподавателем по экстремального вокал урок экстремального вокал я в принципе изучал и знал джазовый вокал я изучал эти все техники просто их не преподавал потому что я считал на тот момент что это действительно очень сложно я тоже научиться то научиться довольно таки сложно и экстремального учиться нормально петь тоже довольно таки сложно научить человека это еще сложнее естественно это нужно знать потому что я просто сравнял с землей мой преподаватель, за что ему, кстати, огромное спасибо, потому что мне это очень помогло. У меня была забавная ситуация, когда я именно учился учить. Преподаватель позвал меня на урок со своим учеником, и я был наблюдателем. И в какой-то момент ученик начинал косячить, ошибаться, делать что-то не так, и мой преподаватель восстанавливал и указывал имя, а теперь скажи мне, что он сделал не так. А я сидел как мудрец и ничего совершенно не мог сказать, потому что я не знал, я не понимал, а где он ошибся? Как мне это ошибка писать? Я вставал в ступор. И самое ужасное, почему меня раскатывало землю, я чувствую себя просто убитым, опущенным, и просто у меня были душевные силы, когда ученик сам мне объяснял, где он ошибся. Вот таким вот образом я учился преподавать. Это была реально жесткая школа, меня жестко штудировали, но это реально очень помогло, я до сих пор благодарен своему педагогу за то, что он производил со мной такие манипуляции. Он это делал очень часто, я выходил постоянно убитый, я чувствовал себя просто вообще каким-то шлепком майонезным, потому что после этого, ну это просто ты выходишь, что у тебя ученик объясняет тебе, как надо... ученик, не преподаватель, а ученик объясняет тебе, как преподавать. А тренд идет туда, люди хотят петь, люди хотят заниматься вокалом. Самое интересное, что ведь очень много звезд и очень много мастодонтов, сцены, сцены различных, и поп-сцены, и рок-сцены, и альтернативные сцены, и там металл, долби-диджитал, сатана, чернокнижей, нехреть вооруженные, такой сцены, тоже не имеет никакого образования, них его просто нет. Есть, например, преподаватели, как их некоторые люди называют, заскорузлые такие, которые прям врощены в этот стул, врощены в этот рояль, она там сидит, и считают то, что кроме, как его, господи, звали-то? Типа, Магомаев мой кумер, луч, солнце, а это уже давным-давно не актуально. Нет, это хорошая, благородная музыка, это хороший, благородный вокал, это прекрасный вокал. Более того, я очень уважаю академический вокал, потому что это действительно, во-первых, это то, что было пронесено спустя века, можно так сказать, потому что это профессия именно и сам вокал, он очень такой, ну, как это так сказать, олдовый, такой, старый довольно-таки. Но при этом он очень благородный, у него тоже есть свой шарм, у него есть свои эстетики, естественно, это все существует не просто так, не просто так люди до сих пор ходят в оперу, не просто так люди слушают этих замечательных вокалистов, да что говорить, я сам ходил в оперу в Санкт-Петербурге, когда я был в Мариинском театре, потрясающее место, я там смотрел оперу «Царская дочка», по-моему, да, «Царская дочка», очень, очень просто потрясающая опера, она мне очень сильно понравилась, и действительно, этот вокал имеет место быть, но помимо него есть кое-что еще. И проблема в том, что тенденции меняются, все меньше и меньше людей хотят заниматься академическим вокалом, например, все меньше и меньше людей хотят заниматься народным вокалом, потому что его уже некуда деть, все больше и больше людей хотят заниматься «Дай мне слово, ведь я там, ада, там, а, там, а, да», вот такими видами вокала различными, да, или там джазовый вокал, там всякими разными вещами, которые попросту не преподают в таких институтах, и именно поэтому актуальность этих заведений, она, естественно, падает, потому что людям интересно заниматься уже эстрадно-джазовым вокалом, джазовым, людям интересно заниматься рок-вокалом, всякими там, э-э-э, э-э-э, всякими разными вещами, там, да, хочу не киллбэк, хочу нирвану, хочу металлику, то, у-у-у, Вот эти все вещи, которые у нас папа хэд любит делать, соответственно. И поэтому, за счет того, что актуальность падает, и само качество образования ухудшается. Опять же, очень часто говорят, и я слышал от многих профессиональных, хороших вокалистов, от своих коллег о том, что, ну, он говорит, ты бы видел мне, говорят, ты бы видел этих педагогов, преподавателей. Они уже, наверное, лет сорок сцен не видели, они просто сидят за своими роялями, дают какие-то расписки, говорят, вы поймите, пожалуйста, в могущество, такие вот манипуляции различные, да? Пожалуйста, еще тяните ноточку, ноточку, пожалуйста, тысячку, ляшечку, 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 пожалуйста, вот, и все, и нет ничего больше. Я преподавал до этого в другой школе у своего педагога, то есть он сказал, давай преподавать вместе, соответственно. И мы начали, собственно говоря, преподавать, обучаться, и моя коллега, собственно говоря, Саша, Саша Орлова, она тоже ходила туда учиться. Ну, то есть она тоже обучалась именно экстремальному вокалу, то есть нечистому, экстремальному вокалу, потому что действительно преподаватель у нас был, и был, и есть, как бы, дай ему Бог здоровья, хороший. Он нас учил, и в какой-то момент у них не получилось то ли связаться, то ли еще что-то, ну, какие-то возникли какие-то трудности, я точно не знаю, какие, и мне это совершенно неинтересно. И Саша позвонила мне, она сказала, слушай, вот тут у меня есть какие-то, ну, определенные затырки, связанные с расщеплением, может, подскажешь, я слышал то, что ты начал преподавать, то, что, типа, там уже начал шарить, разбираешься, тудым-сюдым. Я сказал, ну, конечно, давай встретимся, и мы, собственно говоря, встретились вот здесь, вот на этой базе, и, ну, провели совместную, так сказать, консультацию, вот она мне объяснила, что вот у меня такая-то, такая-то вещь, вот при такой-то, такой-то позиции, в общем, начали общаться. Одно-два занятия, я кое-в чем не помог, мы смогли прийти к какому-то хорошему общему консенсусу, и тут она меня сейчас спрашивала, типа, а ты давно преподаешь? Я говорю, ну, тут нормально, типа. А у тебя много учеников? Есть, как бы, типа. А ты до сих пор там, да, вот, типа, видишь? Ну, да. Я говорю, Саша, слушай, ну, ты ведь наверняка хочешь мне что-то предложить или что-то узнать, потому что, ну, у тебя осталось только у меня анализы спросить, я не знаю, рост, вес, и анализ, потому что, ну, как бы, что, что, ты к чему это, типа, я говорю, ты к чему ты это все спрашиваешь? Она говорит, ну, просто я подумал, что вот у нас в школе здесь, в Фоксаунде, нет, преподаватель чисто по экстриму, а он нужен, потому что люди очень часто обращаются за экстремальным вокалом, и обращаются ко мне, А я, она говорит, я хочу, я могу объяснить, я хочу приоритетно преподавать вот джазы, вокал, ну, мне нравится, я хочу человеку это объяснить, я говорю, ну, я не знаю, я еще так, типа, согласится ли Вера, ну, собственно говоря, с директором нашей школы, согласится ли она, устроит ли моя кандидатура? Она говорит, ну, давай, спрошу, типа, попробуем, а почему нет? И она в итоге рассказала Вере Санне про меня, и Вера со мной списалась, и тогда мы уже начали более-менее общаться, поэтому, естественно, я не могу обойти стороной, естественно, это получилось вот именно благодаря Саше Орлова, потому что я попал сюда, и если бы не она, я бы, ну, был бы в другом месте, наверное, занимался музыкой в другом месте, но так иначе, мне здесь очень нравится, и я рад, что я оказался здесь. Ну, и далее мы начали общаться, у нас, естественно, было некое собеседование, Вера меня приняла, естественно, это было не просто так, она послушала мои записи, она просмотрела мою страницу, она, естественно, изучила мою историю, потому что Вера – это хороший лидер и большой профессионал, и в итоге я оказался здесь, это та самая сфера, вот, музыкальная сфера, в которую, в принципе, можно попасть без образования. Во-первых, у меня есть еще и довольно-таки уважительная причина, ну, нету дипломированных специалистов по экстремальному вокалу, их, в принципе, сейчас на одном месте не существует. Нормальное расщепление никто не объясняет, никто даже не может банально объяснить анатомию расщепления, как оно работает, какие мышцы работают, потому что расщепление – это, по сути, не более, чем мышечное сокращение, вот и все. А что это за мышечное сокращение? Что там происходит? Никто этого не знает. Вот и все. Поэтому в данном случае это приемлемо. Да и даже если человек, в принципе, не имеет образования, но при этом очень хорошо поэт и умеет очень хорошо учить, у него есть все шансы в музыкальной сфере попасть, либо стать преподавателем, либо стать, например, сессионным музыкантом, потому что многие сессионные музыканты не имеют музыкального образования. Они изучают все сами, ко всему идут сами по себе. Тут тоже ситуация очень относительная, потому что смотря, куда вы хотите пойти. Хотите в музыкальную сферу, у вас шанс есть. Хотите пойти куда-нибудь в офис в HR, например, или там бухгалтером, да, или куда-нибудь еще? Ну, нет. Там даже, там в любом случае будут смотреть образование и будут смотреть наличие высшего образования. А если это еще какая-нибудь крутая супер-фупер компания, то еще там будут смотреть наличие знания другого языка дополнительно иностранного. Вот так как-то. Ведущих школ я не могу сказать, что их много, потому что я, когда я ввожу какой-то водил, по крайней мере, ну, типа, экстрим вокал, гроул, харш, скрим, там высвечивалось такое огромное количество видео, и все было действительно в перемешку. Там были и какие-то доморощенные преподаватели, которые люди из разряда «Я нашел какой-то крутой звук, смотри, ааааа!» Вот, все. И типа, и была и Вера, и были многие-многие-многие другие. Поэтому ведущие, не знаю, насколько какая школа ведущая, но я точно знаю, что тот, как таковой Фокс Саунд, он на слуху. Он, в принципе, ему слуху, и очень много народ сюда идет, и когда я сюда попал, начал выпускать Металлак, у меня есть передача на ютубе, то очень многие люди узнали меня именно через эту передачу. Очень много учеников ко мне пришло после просмотров этой передачи, и я так подумал, наверное, Фоксал так неплохо, могет, да, собственно говоря. Ну вот, и в итоге оказался здесь. Единственное, что не всегда можно чему-то научиться по видео. Точнее, редко, когда можно научиться чему-то по видео урокам. Единственное, чем я научился по видео урокам, это более-менее выходить в позицию и дышать, ну, то есть певческое дыхание. Все, расщеплению пытался учиться по различным видео урокам, ничего не получилось вообще. Ходил потом, как батьку, вот так разговаривал, таким вот образом, вот, и пошел бульбу это, копать. Ну, во сне у себя, как бы в Москве особо бульбу не покопаешь. Либо пальцем низко покрою, либо повяжу. Так что, не советую, не делайте так, пожалуйста. Вот. Вот представьте себе, то, что вот я вам приношу такую коробочку, и такая красивая, да, и говорим, вот, если вы сейчас вот эту коробочку там, грубо говоря, куда-нибудь на себя наденете, то вы станете профессиональным режиссером. И, допустим, вы в это поверите. Но вот вам бы не захотелось иметь вот такую вот коробочку, чтобы сократить путь обучения, чтобы стать профессиональным режиссером. Опа! Дипа, о, все, второй Тарковский, как бы. Ну, согласитесь, даже где-то подсознательно, подсознательно, у вас такая мысль есть, но как бы хотелось пройти вот этот рубеж гораздо быстрее, как бы хотелось пройти гораздо быстрее. Это вы сейчас думаете, потому что вы достаточно разумный человек. А эти люди, они чаще всего, они не то чтобы представляют себе вот эту коробочку, да, экстрим-локалиста, а она у них уже есть, они ее уже на себя надели, они считают, что они все, я умею делать, ааааа! Значит, я профессиональный экстрим-локалист. Что касается сделать на этом деньги? Это, во-первых, все люди хотят сделать деньги, даже самые заурядные, ну, практически всегда, даже самый заурядный, самый простой человек, который, в общем-то, ну, к чему-то особо сильно не стремится, он хочет поднять бабла. Ну, то есть, и знаете, очень часто бывают такие люди, даже у меня, и, возможно, даже у вас были такие друзья, у всех были такие друзья, которые, давай сделаем эту идею, бабла поднимем вообще, давай закажем кучу товаров из Китая, вложим 150 тысяч, и все их продадим, чтобы поднять полмиллиона от этих 150 тысяч. Вот отсюда и берется, первое, это необъективные к себе отношения, завышенная самооценка, и второе, это желание на жизнь. Это то, что заставляет людей делать эти ролики, заставляет людей сорвать себе голос. Ну, причем, это, знаете, хорошо, когда человек вот в ролике начинает что-то показывать, и в начале ролика он разговаривает с вами так, как я сейчас, а потом он начинает включать батьку, вот, и тогда уже просто понятно человеку, что что-то, нет, ему становится понятно, что что-то здесь не так, то есть как бы надо с этим завязывать, и он выключает этот ролик. Это в лучшем случае, потому что он понимает, что что-то фигня какая-то. Ну, либо когда он начинает делать то же самое, делать какие-то приемы определенные, а потом сам понимаешь, что он начинает, грубо говоря, сипнуть, тогда да. И это хорошо. Но многие люди, к сожалению, этого не понимают, они считают, что если, ну, сейчас поболит, да перестанет, вот я сейчас привыкну, гортон привыкнет, и все станет хорошо. Нет, не привыкнет. Я это говорю абсолютно всем. Я всем говорю ученикам занятий, потому что если вы слышали где-то какого-то педагога, который говорит, что типа якобы вам должно немного поболеть, должно немного похертить, а потом это все пройдет, все это неправда. У вас, ну, чего-то прям болеть, хертить постоянно не должно. По крайней мере, в дисциплине, связанной с расщеплением именно наложенных связков, нет никакой боли. Ничего вы не чувствуете. И проблема еще вот в чем. Эти педагоги, так называемые, становятся вот этими YouTube-педагогами, просто потому что спрос рождает предложение. Нам всем хочется пойти по пути наименьшего сопротивления. Это абсолютно нормально. Мы все хотим быстрого результата, мы все хотим купить какую-то вещь подешевле, как можно выгоднее. Мы все хотим быстрее добраться до какого-то места. Мы все хотим быстрее закончить работу. Мы все хотим работать меньше, но получать больше денег. Мы все хотим легкости. Мы все хотим, чтобы у нас все было вот так. Так или иначе. И любой человек этого хочет. Абсолютно любой. И я могу абсолютно поверить. Очень многие люди говорили мне о том, что я хочу дать что-то этому миру, я хочу что-то оставить после себя. Это правда. Это правда. Да, действительно, человек хочет что-то оставить после себя, потому что потребность самовыражения есть у каждого. Но я никогда в жизни не поверю, что человек хочет сделать только это. Что человек хочет только дать этому миру. Просто второй Иисус, боже мой. Нет, конечно. Ну, естественно, мы все хотим заработать денег. Естественно, мы все хотим дом. Мы хотим красивого мужа или красивую жену. Мы хотим дорогую тачку. Мы хотим бассейн. Мы хотим вот такую гору кокаина на подносе. Да, естественно. Но все это... Ладно, буду говорить только за себя. Ладно, не важно. Вот. Ну, или хотя бы гору там панчо, торт. Там, неважно. Без разницы. Мы все хотим достатка. Как или иначе. Просто путь у каждого свой. И каждый крутится так, как он может. И в данном случае просто каждый человек... Ко мне тоже приходят люди и говорят, ну, я хочу, короче, сделать вот это. Я хочу, как Фред Дёрст. Я хочу вот здесь вот, короче, подщипить, как Джонатан Дэвису. Я хочу, как Кори Тейлор. И как бы... А потом, когда они понимают, что у них ничего не получается, то два варианта. Либо человек доходит, что это, например, экстрим вокал, это такая же серьезная дисциплина, как и любой другой вокал. И то, что тут тоже нужно, как бы, учиться. Либо человек начинает думать, что ты плохой педагог. Соответственно, потому что, ну, ты же я ничего не научил, там, за этот час, как бы, все. Ну, и... Тем более, что, ну, ты же сам не научился, ты же целых 12 лет занимаешься, и никак не можешь никому ничего научить. Ну, такое мнение обычно складывается чаще всего у людей. Люди делятся не то, чтобы на две категории, но вот это одни из категорий. Соответственно. Вот именно такие люди, которые так говорят, во втором случае, они не слушают вот этих педагогов. Потому что они хотят все сделать как можно быстрее. И таких людей очень много. Их очень много. А раз их очень много, естественно, найдутся те, кто такие... Ммм! Я вижу людей, которые хотят побыстрее научиться экстрим вокалу и готов кладить огромные деньги, если я напишу, как стать рок-звездой за пять минут. Вот. И в итоге идут к этому человеку, отдают кучу денег, и в итоге ничему не учатся. Вот отсюда и берутся эти педагоги. Приходите к преподавателю. И преподаватель начинает там сходу, говорит, сделай вот так. И ты как бы делаешь, и даже вроде что-то получается, но при этом тебе как-то не очень, то это уже преподаватель недостаточно компетентный. Потому что ни один нормальный преподаватель не допустит того, чтобы его ученику стало плохо. Ни один преподаватель нормальный не допустит того, чтобы ученик пошел к фониатру после этого. Любой преподаватель следит за тем, как чувствует себя ученик. Банальный пример со мной. Когда я произвожу какие-то упражнения, когда мы занимаемся опасными упражнениями типа смесей или еще чего-то, какие-то крики определенные, или экстрим вокал, после этого я всегда делаю банальную вещь. И слушаю, как он после этого поет. Как у него смыкаются голосовые связки То есть не заработал ли он дисфонию после того, что он сделал Естественно, попутно, когда он пытается учиться что-то делать Я стараюсь максимально следить за всеми ошибками Я стараюсь следить за любым побочным звуком, чтобы человек себе не навредил И да, естественно, кто не ошибается, ничего не делает У меня ученики ошибаются, они чувствуют, типа, что-то у меня здесь не очень Все, передохни, отдохни, давай немножко передохнем Я сейчас тебе заварю чаю, сейчас попей немножко воды И пытаюсь как-то это состояние купировать И привести его в нормальное состояние, вокальное И потом мы начинаем продолжать У меня, по крайней мере, за мой опыт, никто из учеников после меня не пошел к фониатору Никто себе не сорвал голос Ну и не сорвал просто, потому что голос вообще сорвать так-то сложно Это не такая простая работа Бывали случаи, когда человек начинал слегка осипеть, да, чуть-чуть Потому что он просто ошибался, у него несколько раз не получилось И тут я уже понимаю, я уже останавливаю занятие Я говорю, что все, подожди, успокойся, побереги себя Это первое То есть, когда преподаватель внимателен к вам И когда он старается услышать любой ваш звук Когда он старается остановить вас в нужный момент, чтобы вы себе не навредили Когда он делает это постепенно, это уже более компетентный педагог Если педагог говорит, там просто ори, сделай о, заведи звук куда-то и сделай о, вот так И все, не объясняй ничего, то есть работай только на интуицию исключительно и все И не пытайся объяснить, как вообще всем этим управлять И где чего там сокращается, где чего там сжимается или наоборот расслабляется Это недостаточно компетентный педагог И что касается не потерять денег Ну, тут дело такое Это хорошо, если у вас есть пробные занятия Бывает такое, что вы просто приходите на занятия и платите деньги Поэтому какое-то количество денег все равно придется потерять Так или иначе Вот Поэтому от этого никто не застрахован Но вы просто можете потерять меньшее количество денег Чем могли бы потерять, попав в каком-то педагога И потом подумав, ну, может, я потом еще намучусь Я тут когда-то очень любил группу Найтвиш И еще тогда, когда была Тарья Турнен И она давала интервью Она очень опытная певица, очень опытный вокалист Она говорила А вот мой педагог говорит, что то-то, то-то-то То есть я относился со своим другом, звукорежиссером И мы оба удивились И она уже звезда сцены Она прекрасно поет Она это прекрасно делает И занимается до сих пор у педагога И ей уже тогда было лет так-то не кисло Вот сейчас, ну, я надеюсь, сейчас и тоже нормально И, в общем, так или иначе Век живи, как говорится, век учись Поэтому Для всего нужен опыт Мы всегда учимся, мы всегда ищем педагогов Мы всегда ищем преподавателей А как не ошибиться? Просто посмотреть, насколько ваш преподаватель внимательен Ну, плюс ко всему, да, естественно, вы можете посмотреть На то, как занимаются его ученики Что они делают Естественно, сейчас мы живем в эпоху Огромного количества информации Информационного поля Вы можете посмотреть, что он объясняет в интернете Каким образом он это делает И в итоге сделать какие-то определенные выводы Просто проблема в том, что даже в этом случае Вы можете попасть неудачно Педагогов много, ютуб-блогеров много Есть только одна проблема Я всегда всем своим ученикам говорю То, что, ребят, я не блогер Я преподаватель Я снимаю видео для того, чтобы Естественно, снимаю видео для того, чтобы Обо мне люди узнали Чтобы они захотели ко мне пойти И, естественно, у меня есть тоже Вот эта альтруистическая доля То, что я надеюсь, что, может быть, какой-то человек Его посмотрит И у него все что-то получится, что он давно хотел Потому что, например, у меня были такие случаи Мне комментировали люди Я объяснял Для того, чтобы получить расщепление Нужно поднять гортань Об этом мало кто говорит Вот Я говорю об этом Я показал, как это сделать И человек один сказал Что это прям волшебные палочки Я все никак не понял, как получить расщепление В итоге я сделал это, как ты сказал У меня получилось И мне тоже было приятно Я, естественно Моя профессия И мое желание преподавать Не ограничивается только какой-то выгодой И заработком Разумеется, я хочу Тоже Что-то оставить после себя И когда Иной раз мне просто пишут ученики Какие-то люди Которые вообще у меня не занимаются Человек просто написал И спрашивает А как это сделать? Я говорю Вот так, так, так Вот так Сделай так Он делает Я говорю Ну, вот так уже гораздо лучше То есть Я Ну Нет, нет у меня такого Деньги, день Немного Я бы хотел Всем ученикам Дать совет Именно Будьте объективны И внимательны К себе Прислушивайтесь К себе И к своему телу Потому что Там В чем Заключается Вся загвоздка Именно в вокале И почему И почему Очень часто Люди чего-то изначально Не понимают У них что-то Не получается Я всегда Привожу ученикам Историю интересную С которой Произошла Со мной Однажды Я Пошел В Третьяковскую Галерею А там Висела такая Огромная Картина Очень известная Иван Грозный Убивает своего сына Он Ее нереально известный Знакомых Друзей Был Человек Который По-моему Был профессиональным Художник Ну он еще не изучал Это очень честно И я такой стою А что мне Я пошел Вообще за компанию Я говорю А как бы Ну окей А в чем прикол Ты чего Так тащитесь От этого И он сказал А ты вот Посмотри На то Как художник Изобразил Ивана Грозного Посмотри На глаза А там Такой момент Что он думал Если вы Я уверен Что вы помните Что он сидит И у него глаза Просто безумные Они просто Нальты Просто Не налите крови Они обезумившие Они прямо На выкате И художник Идеально отобразил Именно в момент Когда он сидит И он осознал Что он сделал И в этот момент Когда я это увидел У меня картина Начала раскрываться Я такой Ааа И у меня вот Моя челюсть Тоже упала на пол К другим челюстям Которые упали на пол От удивления Соответственно И К чему я все это говорю Почему я говорю Быть внимательными К себе И стараться быть объективными Потому что Очень часто Очень часто Человек Не обращает внимания На какие-то элементарные вещи С тем же самым вокалом До тех пор Пока ему на них Не укажут То есть И вот с тем же самым Корнем языка Про который Только что говорил Я об этом Сказал ученику Он Это усвоил И в итоге У него звук Сразу же выровнялся Просто ему до этого Никто не объяснял Не то чтобы он не умеет Не то чтобы он Какой-то там Недалекий Или тупой Как очень ученики Часто любят себя Такими считать Что-то они Многие Очень самокритично К себе относятся И хотя для меня Это неприемлемо Потому что Гораздо разумнее Быть объективным Нужно знать Свои сильные стороны И слабые стороны Чтобы понимать Что нужно исправить И куда нужно двигаться Соответственно Именно поэтому Я желаю самым ученикам Быть объективным К себе И внимательным Потому что Если не обращать внимания На какие-то вещи И относиться к ним Пренебрежительно Можно очень некисло Так остановиться В развитии Вот Бывают такие периоды Когда долго сидишь Либо на студии Либо еще где-то Пишешь гитару Или вокал Что-то У тебя все вроде нормально И тут ты выходишь На сцену Такое огромное пространство И все И естественно Начинаешь уже Немного монтажировать Но стеснение Я не испытываю Просто в какой-то момент У меня начнет Переключаться Какой-то тумблер И я у меня Обычно После таких затяжных Периодов Работа у меня Вы спели на сцене Вышел на сцену Все уже Семь потов Сошло И такой И ушел Как бы все Собственно говоря Вот так это происходит Но какого-то прям Яростного волнения У меня не бывает У меня было Яростного волнения Когда-то я был На вокальном конкурсе И я Пел песню Которую сам написал И стоял с микрофона Я понял Что мне ни в коем случае Нельзя сгибать правую ногу Потому что если я согну Я упаду Потому что она тряслась Я весь трясся Вот так вот Вот это был самый яркий Когда я реально Очень волновался Это трясся Вот так вот просто И я пел Спел четко Вообще Никаких вопросов Все было четко У меня голос Сработал как надо То есть мне даже Сказали Я даже потом услышал И мне сказали То что у него голос Ничего так Нифига себе Нормально Но стоял Ну стоял я вот так Просто в конвульсик Бился Я изо всех сил Старался этого не подавать Но я понял Что главное Не сгибать эту долбаную ногу Потому что Она один раз согнулась Я вот так вот дернулась Потому что я понял Что я понял Что ее нельзя сгибать Потому что если я его согну Все Я просто осыплюсь На пол То есть вот до такой степени Доходило волнение Оно было очень сильным И Потом вышло сердце Просто вырывалось Из груди Так Нет Конечно же я волнуюсь Более того Я считаю Что любой педагог Это действительно По-настоящему опытный человек Это сильный человек Это сильная личность Которая Обладает достаточно Большим опытом Которая может научить Но Я всегда всем ученикам говорю Народ Педагоги тоже люди Как бы Я очень часто Привожу такую фразу Мне как-то очень Ну ты же педагог Говорю Ну и что Во мне кровь не течет В смысле И что Что я педагог Педагог тоже может ошибиться Педагог тоже может Что-то сделать не так Ну потому что он человек Просто у него Гораздо меньше шансов Это сделать что-то не так Потому что уже человек обученный Но шансы есть Более того Даже супер именитые люди Тоже могут ошибаться Я короче Помню Смотрел как-то раз Передачу Выступление звезд И там выступал Филипп Киркоров Выступал На телевидении И он спел Потрясающе Вообще Это потрясающий вокалист Но вот у него была нота Которая была высокая Возможно он не рассчитал И просто А-а-а И так и словил Такого небольшого петуха Прям в прямом эфире А-а-а-а И все Ну не такого сильного Но у него был Такой небольшой йодуль И такое небольшое форсирование И это прям было четко слышно И это еще как назло Оператор воспроизвел Именно этот момент На повторе Там где он словил Этого петуха Прям четко И опять он А-а-а У него слезы И слезы А-а-а И вот прям Спел все идеально Спел все потрясающе Спел действительно профессиональный Вокалист Профессиональный артист Это никаких моментов Но вот пожалуйста Киркоров Киркоров Собственно И тем не менее Тем не менее умудрился Тоже Ну не то что умудрился Это была случайность И опять же Ну и что теперь Он тоже не господь бог Он тоже человек Да Профессиональный артист Профессиональный вокалист Он реально большой профессионал Просто гигантский профессионал У нас своего дела Ну и что Он тоже человек Все мы люди Летать тортик Человек-паук Я У меня Была С самого детства Такая бредовая мечта Почему-то Ну Может быть потому что Я по гороскопу Близнецы Потому что я знак воздуха Я всегда хотел летать И даже когда-то Достаточно давно Лет в 10-11 Я хотел стать летчиком И в более советном возрасте Я тоже хотел Попробовать пойти В летную школу Но из-за того Что я шпала здоровая Меня бы не взяли В военную авиацию И в гражданскую тоже Скорее всего Но могли взять вертолет То есть управлять вертолетом Я хотел И У меня мечта была летать Я действительно очень люблю Вот воздушную среду Даже был момент Когда я был на отдыхе И Нас подняли с лодки На парашюте Ну такой известный отдых Я когда полетел Я всегда запоминаю Вот этот звук Я всегда запоминаю Звуки ветра Или когда я например Ездил верхом Мне очень нравилось Ехать Потому что я Ездить голову Я тоже запоминал Звуки ветра Вот соответственно И Ну с воздухом У меня очень много связано Поэтому я хочу летать Тортик Потому что я сладкоежка Я люблю пожрать Что-нибудь сладенькое Я люблю Я во-первых Сам люблю готовить Я когда-то готовил торты Ну не то чтобы Я их даже кстати продавал Но не Ну как обычно Вот это двояко Альтуризм И желание баблич Еще заработать Вот Соответственно И продавал торты И Ну мне просто было прикольно И я прям любил Их делать Я делал торты из мастики Всякие розочки Там бантики Вот у меня Что-то Нашло на меня Собственно Я стал такой Хозяюшкой С парточком Ходил Собственно Накидочки Всякие разные Вот Делал И Ну в общем Люблю пожрать сладко В принципе Ничего такого нет А Человек-паук Это просто Мой любимый супергерой Я вообще загонялся Очень много по супергероям Мне очень нравились И я И рисовал комиксы И читал комиксы И Ну это тоже было в детстве Рисовал Человека-паука И сейчас смотрю Все супергеройские фильмы Они мне очень нравятся И играю в супергеройские игрушки Ну Упрет меня эта штука Нравятся мне эта вещь Вот у меня было два любимых супергероя Это Человек-паук и Бэтмен Потому что Ну да Из двух абсолютно разных вселенных И у них Просто у обоих Очень прикольные истории И сам Они так выглядят Вот Возможно Не знаю почему Может быть я сам тоже хотел быть таким Суперкрутым Суперофигенным Там да А может просто Не знаю Что мне поддает Мое подсознание Вот так Поэтому эти три слова Суперкрутым 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 Суперкрутым